Уролитиаз 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 Основная причина возникновения Это когда в моче Концентрация минералов увеличивается И изменяется pH мочи в ту сторону При которой происходит Кристаллизация и формирование Уже каких-то Видимых форм Похожих на маленькие камни Потом они переходят Более крупные становятся Также причиной возникновения Камней в почках Или в мочеводелительной системе Является Нарушение обменных процессов Это и Проблемы Гормонального плана Это и различного рода заболевания Например, связанные С нарушением работы печени С нарушением работы почек Это и генетически Предрасположенность к болезням Плюсы немаловажную роль Играют в формировании Мочевых камней и инфекции Болезнь долгое время протекает Бессимптомно и владельцы Пребывают в полной уверенности Что их пес абсолютно здоров Правда, на начальной стадии При лабораторном исследовании мочи Уже можно обнаружить следы крови Мочевой песок, кристаллы солей Но происходит это случайно Когда собаку обследуют по другому поводу Со временем камушки подрастают И начинают проявлять себя В полной красе Задерживаясь в мочеточниках или уретре Они вызывают приступы мочевых колик Развития гидронефроза или уремии Длительная закупорка уретры Может привести к разрыву мочевого пузыря И гибели животного Поэтому, если вы заметили, что Пес долго мочится И струйка мочи при этом тонкая Или он несколько раз безуспешно Пытается произвести акт мочеиспускания А моча не выделяется Или выделяется очень маленькими порциями Это означает, что болезнь зашла далеко И псу требуется Срочная помощь врача К счастью, диагностика мочекаменной болезни В большинстве случаев Не представляет особых трудностей Диагностика мочекаменной болезни Прежде всего, осуществляется С помощью ультразвукового исследования Можно рентгенологически Исследовать А также катетеризацией Пальпацией При этом определяются размеры Камней, определяется их локализация Важным моментом диагностики Является общий анализ мочи Который показывает С каких именно солей состоит камень Есть ли воспалительный процесс Особенно с наличием инфекции Если мы видим инфекцию Желательно произвести Бактериологический посев мочи Для определения Какая инфекция И какой лучше назначить антибиотик Почему нужно столь тщательное обследование Больной собаки? Да потому, что для назначения правильного лечения Мало установить, что у пса Камни в почках или мочевом пузыре Надо обязательно выяснить Из каких солей они состоят Дело в том, что Камни и солей кальция Можно удалить только хирургическим путем Ауратные, цистиновые или струвитные Растворяются под воздействием Специальных медикаментов Или диетических кормов Мы на практике Пользуемся продукцией Компании HEALS И диеты, которые В данном случае назначаются Они Мочу либо закисляют Либо Они ее защелачивают При этом мы добиваемся Эффекта Растворения Вот тех камней Которые там образованы Помимо этого Корм сбалансирован По всем другим показателям При этом животные Не испытывают чувство голода И чувствуют себя Довольно таки комфортно Для собак больных Урлитиазом Компания HEALS Создала целых Четыре вида Лечебного корма Каждому виду камней Соответствует Определенный корм Который по сути дела И является лекарством Он либо Способствует Растворению камней Либо Профилактирует Их образование Назначать такие корма Может только Ветеринарный врач При струвитных Камнях Диета помогает Нам Закислить Мочу Что способствует Растворению Уже имеющихся Камней И неформированию Новых Данная диета Представлена Компанией HEALS Корм называется SD Специально Разработанный корм Именно Для Струвитных Камней Помимо этого В этом корме Значительно уменьшено Содержание Тех минералов Из которых Непосредственно И состоят Данные камни Это Фосфор Магний Аммоний Для Растворения Уратных И цистиновых Камней Нужно Сдвинуть pH Мочи В щелочную сторону Сделать Это можно При помощи Еще одного Лечебно-диетического Корма Хилс УД К сожалению Далеко Не со всеми Камнями Можно справиться Легко и просто Особо крупные Булыжники Или камни Образованные Солями Кальция Приходится удалять Хирургическим путем Но операция К сожалению Не гарантирует того Что проблема решена Раз и навсегда Если не предпринять меры Камни могут появиться Вновь И тут На помощь вновь Приходят Диетические Корма Хилс Основной Корм Который Мы назначаем Для профилактики Мочекаменной болезни Является Корм CD Данный вид Корма Профилактирует Нам образование Как струвитных Камней Так и Камней Связанных С оксалатом Кальция Он Сбалансирован По основным Показателям Плюс Вот эти Минералы С которых состоят Данные камни Там Очень-очень сильно Снижены То есть Не создается Фактор С которого И непосредственно Формируются Камни Помимо того Корм помогает Поддерживанию PH мочи В тех Пределах При которых Не происходит Кристаллизация Солей К группе Лечебных кормов Применяемых При Урлитязи Относятся Еще два Корма WD И КД Животное Которое Болеет Мочекаменной болезнью И страдает Ожирением Есть специальная Диета WD Которая Профилактирует Образование Там идет Образование Струвитных Камней Плюс Одновременно Диета Направлена На то Чтоб Животное Похудело Пришло В нормальную Свою форму И не усугублялся Процесс Ожирения Еще одна диета Интересная Это корм КД Он Предназначен При заболеваниях Котовый Кошек С образованием Камней Образующих Кислой среде Это такие камни Как оксалаты Кальция Ураты Кальция Фосфаты Плюс Он назначается Еще при Хронической Почечной Недостаточности Уралитиаз Серьезное Заболевание И его Как и большинство болезней Легче предупредить Чем лечить Поэтому Если ваш питомец Входит в группу риска Раз в 3-4 месяца Приносите мочу В ветеринарную клинику На исследование Если анализ Выявит Большое количество Солей И врач назначит Вашему питомцу Специальную диету Постарайтесь Соблюдать Все его рекомендации Эта простая Мера предосторожности Сохранит здоровье Вашего питомца